Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим два стейка и оба Денвера. То есть один сигнатур, сигнатур, наверное, как-то это произносится, в общем, в белой упаковке от известного бренда, а другой простой. Цена, я вам скажу, разная. Оба из мраморной говядины и оба от одного и того же известного бренда. Мне просто интересно, а как это получается, если, например, маркетинг, он работает или нет? Или это просто от одного отруба раскладывают в разные красивые коробки? Ну, вот сейчас это и проверим. Вот на кухне у меня, я не рекламирую, просто я так делюсь опытом, вот такие беленькие льняные полотенца. У меня их десятка, наверное, два в общей сложности. Они легко стираются, не меняют форму, не теряют. Так, вот она, оказывается, Денвер на две части разлеплена. На коробке, конечно, написано больше. Тут написано и 100% молодые бычки, 250 дней, 900+, мраморность, 21 день влажное вызревание, каждого стейка автоматический и ручной отбор. Вообще всякие разные штучки интересные, можно даже купить просто и уже только рецептов нету. Надо, чтобы еще ссылка вот на это видео была здесь и все бы было здорово. И тряпочкой же этой тряпочкой аккуратненько можно его и просушить одновременно, чтобы не было влажности. Оливковое масло. Все промазываем оливковым маслом и кисточкой аккуратненько. Так вот, со всех сторон. Я посыпаю это все морской солью. Сначала запечатали, а потом уже, как говорится, посолили. И после соли чуть-чуть дробленым перцем. Именно дробленым. У меня дробленый перец под собственным брендом, как вы понимаете. Я вам другого рекламировать не буду. Переворачиваем аккуратненько и продолжаем в том же духе. Оливковое масло, соль и перец. Ну вот здесь вот не очень толстое мясо. То есть, если бы оно было толстое, то это где-то 4 минуты. Здесь, я думаю, поставим будильничек на 2 минуты. При условии, что здесь уже 230-250 градусов. То есть, больше 2 минут не надо делать. Я уверен, что это лишнее. Все, время пошло. Так, давайте посмотрим. Ага, все. Не прилипает. Ну, я бы еще подержал, конечно. Тут уже все зависит от прожарки. Какую вам надо. В общем, есть такая система терминология в ресторанах, когда ты не знаешь языка и очень хорошо разбираешься в мясе. Ну, может, знаешь язык. Ну, неважно. Делается вот это вот при помощи ладони. То есть, вот так вот. Мягкий. Да, вот так вот тверже, постепенно перемещая пальцы, показывая официанту, какой прожарки стейк нам нужен. Вот это вот самый жесткий, полная прожарка. Потрогайте палец. Попробуйте сами. Это мягкий, средний. Вот такая вот система. В общем, выбирайте. Тут уже все от вас зависит. Все, у меня время подходит к концу. Сейчас открываем. И поставим стейки наши отдыхать на 2-3 минуты. Так, ну вот все прожарилось. Я вот на попа, так сказать, ставлю. Вот так, чтобы вот прижарить края. Вот так можно рукой подержать. Вот так. Все. Итак, чуть-чуть соли. Уже крупной, не мелкой. Соль. И я вот в такую свою все вместе уберу. Я их знаю по внешнему виду. То есть в лицо знаю. Я их точно, сказать, не перепутаю. Они не переопылятся, не испортятся. Пусть они немножко отдохнут. На приготовление соуса потребуется всего 2 минуты. Поэтому это самое время для того, чтобы они отдохнули. У меня есть сливочное масло и розмарин. Я немножко прям положу. Чуть-чуть прямо в розмарин. Можно же, знаете, есть, когда на сковородке обжаривают и поливают таким розмариновым маслом. Розмарин убирают, а можно его в масло вот так вот вмешать потихонечку. Почему нет? Давайте попробуем. Он мелкий, самое главное. И чуть-чуть соли буквально сюда тоже посыпать. То есть соленое масло с розмарином. Ммм, прикольно. На белый хлеб надо намазать. И с белым хлебом вообще будет супер подавать. Иголки мягкие вот эти, ну и розмариновые. Все, ребята, вот, посмотрите, давайте выкладывать. Все у нас готово. Это у нас подешевле. Это у нас подороже. Ну что, пришло время пробовать, что лучше у нас. Я прямо из середины. Посмотрите. Раз. Попробовал. Второй. Ребята, все по-честному. Они ароматные, вкусные. Ну, вопросов нету. Они очень вкусные оба. Но, конечно, вот в данном случае не зря мы слегка переплачиваем за тот, который в белой упаковке. Интересное наблюдение. Я думаю, что оно было вам полезно. Смотрите наши коротыши о мясе. И подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего. До приятного. Пока. Смотрите наши коротыши о мясе.